Пользуясь отсутствием Леонида Григорьевича Кожанова и торопясь на поезд, я уж тут проскочу. Спасибо большое за предоставленную возможность. И хочу поделиться своим небольшим опытом 62-й онкологической больницы при применении трансоральной лазерной деструкции при лечении рецидивов рака гортани. Ни для кого из нас не секрет, что даже при как будто бы первичной небольшой опухоли от рецидива не застрахован никто. И рецидив рецидиву, конечно, рознь. Это может быть как ограниченный процесс, так процесс, который может быть излечен ларингоктомией, и также, когда только возможно палеотивное лечение. И вот с 2013 года в нашей клинике используется СО2-лазер роботизированная система LUMINIS, с помощью которой, конечно, мы начали лечение сначала доброкачественных новообразований, потом перешли к лечению злокачественных опухолей. Но в настоящее время накоплен небольшой опыт лечения и рецидивных заболеваний. Это, конечно, совершенно особая группа людей. И вот в настоящее время их всего 19 у нас. Преимущественно это были люди, конечно, с плоскоклеточным раком, но вот встретились с солитарной плазмоцитомой, веретиноклеточной саркомой. И успех операции, конечно же, зависит от нескольких факторов. Во-первых, это распространенность опухолевого процесса. Тут должен быть комплекс всевозможных обследований человека, когда нельзя в этой распространенности ошибиться. То есть нужно понять, что в целом эта опухоль внутри гортана расположена и в пределах максимум подслизистого слоя. Также имеют значение анатомические особенности пациента. Известно, что есть люди с короткой шеей, совершенно неповоротливые, с массивным корнем языка, которым невозможно шею разогнуть. То есть, а другой раскроется, как книжка, все зоны доступны, прекрасно видны. То есть хирург тут должен быть гибким. И всегда оценивать ту позицию, что если ты взял пациента и не можешь достигнуть той зоны, которая нужна, всегда должен перейти на открытую возможную хирургию. И чуть-чуть поторопилась. Также имеют особенности роста опухоли. То есть тут нужно оценить по возможности опухоль вертикального или горизонтального роста. И особенности анестезиологического обеспечения также имеют значение, поскольку зона перекреста дыхательных и пищепроводных путей, зона интереса хирурга-анестезиолога совпадают. И особенности анестезиологического обеспечения также играют в значение. По рекомендациям профессора Велосеки Ремакла, которые насчитывают один из самых крупных в мире опыта лечения таких пациентов, критериями для выполнения таких операций являются отсутствие поражения хряща на основании методов обследования установленные, отсутствие распространения на подскладочный отдел, полная подвижность голосовых складок, отсутствие поражения черпалов и анатомическая гортань должна быть доступна, о чем вот я говорила. То есть пациент должен быть удобным и хирург всегда должен быть готов к тому, что может произойти конверсия. В последние годы мы анестезиологическое обеспечение у большинства пациентов, у большинства, не у всех, применяем установку TwinStream, двухпоточную, высокочастотную, которая позволяет снизить концентрацию кислорода в вдыхаемой смеси до 30-40%, что значительно снижает риск возгорания, баротравмы и позволяет анализировать параметры крови во время операции. Конечно, идеальны для нас небольшие опухоли, но их прекрасно лечить, но сложно выявить такого пациента, если он уже облученный, ткани измененные, то выявить такую опухоль нелегко. Тут и фиброскопия должна быть использована, и особенности, может быть, изучения с помощью NBA всевозможной методики. И для того, чтобы говорить о резекциях гортани, все их условно можно грубо подразделить на 6 типов, в зависимости от того, какой сегмент гортани будет удален в зоне складочного отдела. И в 75%, как указывает профессор Ремакл, возможна резекция рецидива. То есть в процессе операции хирург может подвергнуть удаленную ткань срочному гистологическому исследованию, и если требуется, то объем операции может быть расширен. Вот, например, пациентка через 3 года после лучевой терапии рецидив в зоне голосовой складки, который был успешно удален. Пациентка находится под динамическим наблюдением. И еще одна особенность. Чем больше, конечно, времени от того лечения, что было проведено, тем успешнее будет это лечение. Вот еще один пациент, который 75 лет, мы предлагали ему ларингоктомию, от которой он категорически отказывался. Один из самых первых наших больных, которому также была предпринята попытка применения лазерной методики, казалось, он совершенно неподходящий для этого пациента. Опухоль на переднюю комиссуру распространялась, но не было распространения на хряч, и мы получили хороший функциональный и онкологический результат. Это молодой пациент, 40 лет, которому также после лучевой терапии была небольшая остаточная опухоль с помощью использования ТЛМ-методики удалось этого больного излечить. Находится под наблюдением около 5 лет сейчас. Это пациентка 73 лет, у которой развился рецидив также через 2 года после лучевой терапии, что позволило, небольшие его размеры позволили выполнить также органно-сохранную операцию. И вот то, что касается удаления опухоли, конечно, это может быть как N-блок, так и PIS-мил. Конечно, хочется отступить от краев опухоли больше, но на большом количестве материала на сегодняшний день установлено, что даже при фрагментарном удалении опухолей главное, чтобы был R0, то есть свободный край. И вот то, что мы видели у заграничных коллег, бывает, что проходит час, они ждут срочное исследование, берут снова, снова ждут. То есть пока не достигнут R0, операция не прекращается. Среди наших пациентов были больные с довольно крупными образованиями, в частности в вестибулярном отделе гортани, которым потребовалось удаление, как тут, например, практически всего надгортаника. Но при использовании методики ТЛМ можно отметить, что все-таки очень нежное отношение бережное к тканям, минимальный риск хондроперихандрита. И, как я уже сказала, даже при таких больших операциях очень важно добиться, чтобы эта операция была в пределах R0. И вот тут еще одна пациентка представлена, у которой практически полностью удален надгортаник. В фильме представлен уже результат через два месяца после операции. Это больной, у которого сочетался рак гортани и рак верхней доли правого легкого. Проведены были индукционные три курса химиотерапии, потом одновременно пневмонектомия и резекция гортани. Пациент наблюдается также с хорошим онкологическим результатом. Ну и вот еще один короткий момент. Также довольно большая резекция, когда опухоль располагалась в зоне надгортаника. Удалось ее удалить в пределах R0. Вот этим пациентам, что удалялись половинные резекции вестибулярного отдела, им обоим была наложена трахеостома профилактически и установлен зонд. И зонд был удален на 3-4 сутки после операции. Но уже ретроспективно это анализируя, вероятно, мы могли обойтись и без трахеостомы, и без зонда. Но для нас это были пациенты нетипичные. Мы не решились на это. Ну вот тут представлено, как зонд стоит в начальном этапе, а через месяц там уже совершенно розовое и слизистое. Поэтому очень важно индивидуальное планирование, во-первых, операции такого объема. Нужно, чтобы был удобный пациент, чтобы команда хирургов была готова перейти, если потребуется, на открытый вариант операции и, соответственно, готова ко всем возможным осложнениям, которые могут при этом возникнуть. То есть не следует рассматривать телем хирургию как волшебную палочку или более простую процедуру по сравнению с открытыми операциями. И, конечно, нужно, чтобы была специально подготовленная команда. Спасибо. Спасибо, Лена Николаевна. Есть ли вопросы, коллеги? Спасибо большое за доклад. А скажите, пожалуйста, как часто переходите на открытые операции? Вот из 19 пациентов перешли у одного, у которого просто была какая-то необычная шея, пациент был облученный, отечная шея, и она очень длинная была. И не хватало клинка длины ларингоскопа, чтобы достичь надгортаника. То есть мы никак не могли его вывести, и так голову поднимали, и вниз опускали, и ничего не получалось. Перешли на открытую операцию. Только за счет анатомических особенностей, не за счет распространения. Процесса не было. Нет, большого процесса не было. Но мы же тщательно планируем эти операции. Я еще раз подчеркиваю, что это мой первый опыт, по сути дела, который вообще мы докладываем. Хотел прокомментировать. Действительно, одно из преимуществ выполнения эндоларингеальных резекций, особенно при ранних раках гортани, это возможность реоперации. И реорезекция, что достаточно затруднительно после лучевой терапии. Да, вот люди, которые давно этим занимаются, Рим Макл, профессор Пушеду, профессор Вилосек, они все подчеркивают, главное, чтобы у тебя было Р0, и не было прорастания хряща. Вот все-таки после лучевой терапии у вас небольшой опыт этих больных? Они вот все после лучевой терапии, 19 человек, ну каких-то хондро, они все сопровождались антибактериальной терапией, они все получают ингаляции под специально разработанной схемой, то есть они все получают инфузионную терапию, то есть это вот не то, что ты его на завтра отпустил домой, то есть с ними нужно работать, как бы ты лечишь постоянно, тяжелый хондроперихандрит, но через месяц, как правило, если это удачно, то это удачно. Спасибо большое. Спасибо. Еще вопрос. Мы таких больных не брали себе, нет, это совершенно другая, во-первых, тема, а во-вторых... Субтитры создавал DimaTorzok